Начну я с тоже другого примера из реальной жизни. Пример из реальной жизни будет разум не запланированно со словами, а с общественным транспортом. Вот, я живу на некоторой автобусной остановке. Я сейчас вам предъявлю расписание этих автобусов на вечерний час. Значит, от вечерний час, значит, с 22 к 22 до 23 к 22, как я специально объясню. Три автобуса проходят у нас таким образом. В 22 часа 54 минуты проходит автобус номер Солнцент. В 23 часа 13 минут проходит автобус номер 287. В 23.23 проходит автобус номер 647. Потом в 16 минут никаких автобусов нет. В 23.39 проходит автобус номер 281. Потом в 23.41 проходит автобус номер 264. И, наконец, в 23.52 проходит автобус номер 647. Вот такая возможность. Все эти автобусы меня везут до метро. Все это прекрасно. Мне любой подходит. Но хоть на него так. Давайте читать, что я начинаю свое рассмотреть, как я изучаю интервал с 22 до 23. Теперь первый, самый простой вопрос. Сколько автобусов прошло за этот час? Семь. Правильно. В этот час прошло семь автобусов. То есть, я могу сказать, что частотность автобуса, не важно какого, да, потому что не все меня везут в одно место. Семь автобусов в час. Это прекрасно. Семь автобусов в час дает мне средний интервал что-то типа восемь с половиной минут. Но здесь имеется некоторая проблема. Представьте себе, что эти автобусы шли не вот так вот, как они идут, а, например, приходил на автобус 22.54, потом автобус 22.55, потом автобус 22.56, потом автобус 22.57, потом автобус 22.58, потом автобус 22.59, потом автобус 23.50. Это было бы то же самое автобусов в час. Да, 54, 25, 56, 57, 58, 59 и потом еще через 53 минуты еще один. Но в каком-то смысле мы понимаем, что транспортное обслуживание уже было бы, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Более того, то, что мы наблюдаем сейчас, оно тоже в каком-то смысле хуже, чем некоторая идеальная. То есть, некоторая идеальная автобусная система, да, представьте себе, что было бы, то есть идеальная автобусная система, где эти 7 автобусов проходили с равными интервалами, да, потому что здесь, вы видите, да, вот этот вот автобус, например, да, вот практически бесполезный, да, вот работают сразу вслед за этим автобусом, ну, кого он там тут берет, автобусы только, да, на самом деле их не 7, а как бы в каком смысле даже 5, да, потому что вот эти вот автобусы, вот этот и вот этот, в общем, довольно бессмысленный. Но мы сейчас попробуем формализовать эту идею. Формализуем эту идею в следующем образом. Смотрите. Вот представьте себе, что у меня, значит, отменяем идею, отменяем автобус с тремя автобусами, давайте рассмотрим другую остановку, где ходит один автобус раз в час. Представьте себе, что вы пассажир, который приходит на остановку в произвольное время. Каково математическое ожидание времени, которое вы проведете на остановке ожидания автобуса? Полчаса. Полчаса. Значит, вы можете прийти и прождать его одну минуту, можете прийти и прождать его 59 минут, да, можете прийти и прождать его 2 минуты, можете прийти и прождать его 58 минут и так далее. Да, вас. В порядке, что если у вас автобус ходит раз в n минут, то вы ожидаете его в среднем n с половиной минут. Да? Половину от 5 минут, простите. Значит, половину от 5 минут вы ждете этого автобуса. Теперь возвращаемся вот сюда вот на вот мою остановку. На моей остановке давайте я ее, давайте еще раз в этом можно. Листую вот этот час, как он проходит. Смотрите, вот сперва 2 минуты, и оно приходит в первую автобус. Потом проходит еще 19 минут, да, приходит второй автобус. Потом проходит еще 3 минуты, приходит третий автобус. Потом проходит еще 7 минут, приходит четвертый автобус. Потом проходит еще 16 минут, приходит еще один автобус. Приходит еще один автобус, приходит 11 минут, и вот прошел, значит, пришел последний вопрос этого списка. С интервалом это 2, 19, 3, 7, 16, 2, 11. Ну вот, теперь представьте себе, что вам известно, что я пришел на остановку в какое-то время из этого интервала, 9, 16 минут, наверное, интервала. Сколько времени я в среднем прожду автобуса при таких уходах? Ну, мы задачу, наверное, только что решили. Значит, если я прихожу в какой-то произвольный момент, вот этот интервал, сколько времени в среднем мне придется взять автобус? 8 минут. Значит, я в среднем буду ждать автобус 8 минут, а теперь другой вопрос. А теперь представьте себе, что я прихожу в произвольное время из всего вот этого интервала. Какова вероятность того, что я попаду вот в этот интервал, где я вот в среднем 8 лет? 16-60. 16-60. Вероятность попасть в этот интервал 16-60. Если я, вообще говоря, могу теперь посчитать, каково мое ожидаемое время стояния на остановке за весь этот час, посчитать я это могу в среднем области. Смотрите, значит, вот у меня имеется вот этот вот интервал, в интервале двухминутный интервал. Значит, какова вероятность того, что я приду в этот двухминутный интервал? Две шестидесятых. Значит, прожду я там половину от двух минут. Две шестидесятых и прожду я там две минуты пополам. Следующий интервал. У меня девятнадцати минут. Какова вероятность того, что я приду в этот интервал? Девятнадцать шестьдесятых. А прожду я там сколько? Девятнадцать пополам. Девятнадцать, да? Я ожидаю, что прожду я там девять с половиной минут. Он виситка меня привезет в ноль, не привезет в девятнадцать. Ну, а так. Сейчас промежуток. Дальше у меня будет трехминутный интервал. Значит, я приду в трехминутный интервале с вероятностью три шестидесятых. И прожду там с вероятностью. Прожду, значит, ожидаем время стояния остановки, у меня три минуты попало временно. Больше или меньше. И так далее. И вообще говоря, я теперь... Ну, видно, как я могу посчитать, сколько времени я должен придать. Сколько времени я ожидаю провести на остановке, если приду в произвольный момент в течение часа. А на этой остановке я... Давайте я обозначил всех интервалов за D. Если у меня имеется знание про общее время ожидания. То есть давайте я... Общее время наблюдения. Общее время наблюдения. Вся вот эта вот штука. Да, давайте я скажу, что у меня... Я скажу, что у меня все в этом вот. Это L-минут. Да? Какая уровня 60? Догадаться. Да. Расстояние в нем нет. 3, 2. 9, 2, 3, 7, 6, 1, 2 и 11. И для этого я уже могу записать в общем виде формулу, которая мне позволяет предсказать Ожидаемое время на постоянной остановке. Соответственно, это будет D1 разделить. D1 разделить на A0 на D1 разделить на 2. И все слагают в таком же дубле. 2, 3, 3, 2, 3, 2 и так далее. То есть, общая эту идею, мы получаем, что моё рыдальное время стояния на остановке составляет, если я просуммирую по всем I, D и T в квадрате разделить на 2M. Суммируем по всем. Получается, что это моё рыдальное время стояния на остановке. Ну давайте. 2, 2, N и D. Поскольку, понимаете, 2M не меняется, да, и можно вынести свой знаменатель из-под суммы, она получается сумма квадратов по всем расстояниям, по всем интервалам, по всем районным промежуткам разделить на 2M. Это время рыдания моего автобуса. Ну вот давайте я сейчас произведу, я произведу этот подсчет, мы сейчас рыдаем время стояния на остановке. Я произведу этот подсчет, так просто для того, чтобы вы видели, как это работает. Давайте. 2 в квадрате 4, да, и 12 в квадрате 361, то есть много прибавилось в числитель, да, 4 плюс 361, 265 плюс 9, 274, плюс еще 49, ну получается 423, 16 в квадрате 256, да, 483 плюс 256, 779, плюс еще 4, 783, 683, плюс еще 11 в квадрате 804, да, получается. Получается в сумме, у меня 804 разделить на дважды 60, да, 24 на 120, это, если это вычислить, то получится 6,70, то есть ожидаемое время, которое я пойду на остановке, составляет 6,70 минут. Но, смотрите, если бы мои автобусы ходили с регулярными интервалами, то есть если бы у меня был один, не три автобуса с разными расписаниями, не согласовывались друг с другом, а один автобус с регулярными интервалами, ну при каком регулярном интервале этого автобуса я его проводил на остановку 6,70 минут? Смотрите, вот мы с вами решали первую задачу, да, когда автобус ходит раз в час, то я ожидаю, что я пойду на остановку полчаса. А при каком интервале я пойду на остановку 6,70 минут? Что только 15 минут? А как это вычисляется? Просто умножайте на 2, да, получается, что мне надо просто, так сказать, интервал идеального автобуса в метке вот этих вот не идеальных, это, собственно говоря, просто 2t, да, то есть идеальный интервал, ну если я его поставлю, например, за, t за главное, да, это 2t, или если вот на это вот посмотреть, да, то поставить вот это вот сюда, то получается, что это сумма всех этих интервалов в зеленых фонарах разделить, да, значит, это идеальный интервал его автобусе. А дальше я могу, например, вычислить частоту моего автобуса, знаете, сколько автобусов в час у меня проходит, да, сколько автобусов за время n у меня произойдет, да, значит, если я идеальный автобус, да, если я знаю, что мой идеальный интервал это, ну, то, что рассчитано здесь, да, идеальный интервал это 12,4 минуты. Сколько идеальных автобусов пройдет за час? l делить на t, да, идеальный, частота идеального автобуса, это у меня f, обозначили, да, частота идеального автобуса это l делить на t, да, и тогда у меня получается, ну, если я поставлю, что это t, да, то у меня получается и простая вещь, l в квадрате разделить на сумму t. на сумму квадратных, да и, что мы сейчас проделаем, да, вот если я проделаю на, проделываю на материале моих автобусов, да, то у меня обнаружилось, что мой идеальный автобус, да, идеальный автобус, да, проходит их 4,5 штуки в час. То есть, в каком-то смысле, на самом деле, у меня вовсе не 7 автобусов в час проходит за это время, а 4,5, да, ну, потому что вот эти вот, ну, в частности, потому что вот эти вот две пары особо, да, особенно зловредные, да, которые идут совсем рядом. Такое дело есть отношение к корпусной лингвисте, а очень простое, потому что вот эти вот наши отметки на корпусе слова метанно и слово показалось, да, они ничем принципиально не отличаются от вот этих вот отметок автобусов. Ровно таким образом можно вычислять частоту словом в корпусе, как мы вычисляли частоту, как мы вычисляли, частоту, так сказать, идеального автобуса. То есть, нам надо взять просто длину корпуса, да, вот я его можно, смог, могу я так же обознать за, если я возьму запятки ваши, да, если мы возьмем точно так же длину корпуса, и для каждого слова посмотрим на расстояние между его вхождением. Мы можем построить вот такой список интервалов, и ходить до этого списка интервалов, мы можем посчитать его усовершенственную частоту, то есть мы можем посчитать его, так сказать, эффективную частоту, опираясь на время ожидания, этого слова в корпусе. То есть, мы можем думать не о том, сколько раз это слово просто встретилось, сколько раз нам нужно ждать, сколько времени нам нужно ждать, когда нужно пройти по корпусу, чтобы встретить следующее, пройти до того же самого слова. И это оказывается чрезвычайно эффективно с точки зрения, с точки зрения борьбы вот с такими вот скученными словами, которые собрались в одном месте. Вот смотрите, вот у меня вот здесь вот, да, вот это вот, мои реальные автобусы. Давайте я приведу еще один пример, ну тот, который я приводил условно, да, начните, у меня здесь пройдет 6 штук, с 50-54 минуты по 59 минуту, а потом еще один 52 минут. Да, так как? Тогда будет выглядеть. Тогда будет выглядеть следующим образом. Знаешь, вот здесь вот у меня будет минутный интервальчик, да, потом у меня будет 6 на минуту даже. Сейчас начну, наверное, 5 на минуту, так. А потом у меня будет еще один, с 53-х минутной части, да, с 53-х минутной части. Да, с 53-х минутной части. Да, с 53-х минутной части. Значит, у меня будет 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 и 53-х. Если я подставлю, это будет как-то. Я не понял, я не понял, автобусов всего сколько? Автобусов всего 7. Тогда будет 6 минутных интервалов и 1, 54-х минутный. Здесь автобус, здесь автобус, здесь автобус, здесь автобус, здесь, здесь, здесь и здесь. А здесь просто сначала наблюдите. Ну, 6 минутных и 1, 54-х минутный. Всего 7 интервалов. Всего должно быть… А, и 1, 2 минуты, потому что первый автобус я прошел почему-то после этого. Прошел меня через 2 минуты. А, понятно, хорошо, хорошо, да. Не важно. Результаты от этого не притихали. Видите, да, если я автобус? Но эта проблема сейчас в применении корпуса решит. Вопрос теперь без зоны. Как нам фиксировать начало наблюдения и понять вопросы границ? Тогда давайте попробуем рассчитать. Для первой реальной ситуации t было 67, t было 6,7, t было 12,4, а f примерно равна 4. Для второй ситуации мы получаем, что f будет равно 60 в квадрате. То есть делить на 4 плюс 5 единичек плюс 53 в квадрате. 53 в квадрате довольно много. Сколько это? 50 плюс 3 в квадрате. Это 50 плюс 3 в квадрате. 2,809. 1000 плюс 300 плюс 2,809. Плюс 2,809. Иногда у нас получается, что это вот 3,600 разделить на 2818. Ну и примерно это получается что-то типа 1,3 из квадратных автобусов. В такой вот ситуации у нас, если автобус ходит вот так вот, значит это практически почти один автобус в час. Хотя их тоже формально 7. И с словами ровно так и стоит. Знаете, если вот слова витана собрались в одном месте вот здесь вот, надо их считая одно, хотя их кормят здесь 29, может быть их 100 из многомиллиона 600, если человек кормился. Но, тем не менее, да. Не надо считать их 29, потому что это просто дает неправильный результат за счет перекосов одного теста. И вот здесь вот надо поднести еще одну маленькую точность. Мы сейчас немножко засомневались с интервалами между автобусами. У нас сначала расчет, что-то непонятное, да. Ну вот как в последний автобус у меня попадает, значит может он в конец расчетного, потому что я так его специально выбрал. А сначала не очень ясно. В принципе, нам хорошо было быстрее пронабраться. И в корпусной лингвистике обычно делается следующая вещь. А именно, обычно предполагается, что корпус, мы для нужных таких подсчетов, мы понимаем как некоторую закольцованную сущесть. Смотрите, мы понимаем, условно говоря, представляем корпус не в таком виде, да, и в виде прямой, отрезка прямой, а в виде вот такого вот кольца, нулевое слово вот здесь, берешь слово вот здесь, но перед ним прямо. И тогда у нас на вот этом вот кольце мы можем считать расстояния очень простым см viu. Если все эти метаны, метаны собралось вот здесь вот, да, то тогда у нас, вот здесь у нас какое-то маленькое расстояние. Здесь еще маленькое, здесь еще маленькое, еще маленькие, еще малый, еще маленькое и еще маленькое. Эти это вот огромное расстояние, которое нам собственно говоря и дает большое значение в знаменателе, И поэтому мы получаем дальше не очень много частотного слова метана. Вот я вычислил для слова метана эффективное количество вхождений. Надо сказать, сколько автобусов проходит ворономерно распределённых. В результате у меня получился для слова метана очень неутешительный. Значит, эти 29 вхождений, которые у меня были, они теперь с завершенствованной мерой частотности превратились в одну целую, в три тысячи. Я фактически грамотно взял и в 29 раз срезал частоту слова метана. То есть это одно вхождение. Это один маленький текст, который таким образом и получается. Итак, я могу, собственно говоря, совершенствовать твой частотный словарь, опираясь на любые, то есть для любых слов, на них то же самое. Слово метана у меня очень сильно сократилось. Слово показалось, у меня, сейчас могу сказать, что я сейчас не пререшу. Слово показалось, у меня тоже немножко сократилось. Ну, понятно, что оно не идеально равномерно распределено. Идеально равномерно слова бывают, встречаются редко. Я, в этом момент, опять-таки, экспериментировал с текстами Джоан Роулинга, взял там Гарри Поттер и философскими камень, там обнаружилось одно слово распределенное почти идеально. Вы думаете, какое? Идеально равномерно по на равном промежутке друг от друга. Идеально? Ну, почти. Слово chapter. Глава. От каждого года здесь, chapter or none, chapter 12 и так далее. Только там они встречаются, глава примерно не такого размера, поэтому слово chapter распределено вот ровно как нам. Слово показалось, конечно, в корпусе тоже не распределено идеально равномерно, можно сказать, что здесь долго ничего нет, здесь там, например, больше. Но и в результате для слова показалось, у меня получается исправленная частота 15,707. Показалось, да, где она 29 и 18 и 1. Они исправлены в частоте, они исправлены в частоте 15,707. То есть, слово показалось, все частоты таким образом занижаются, да, потому что они же не занижаются только слово диамера ровно, диамер равномерно распределен. Но занижаются по-разному распределенной степени. Да, и слово показалось в итоге, в этом улучшенном число транспортизии вышло на 3672 место, а слово метана у меня опустилось на 3672 место, а слово метана у меня теперь занимает 72 323 место. Что, вообще говоря, как кажется, хорошо отражает реальность, хорошо отражает то, как устроен русский язык вообще, и таким образом мы можем, опираясь на выборку текстов, построить частоты словами для генерального собакуства, и, соответственно, для большего объема, для какого-то непонятного большего объема текста, но для русского языка вообще. То есть, если вы иностранцы словами, которые показалось, как будет высоко обитано, а на низко достаточно лучше. Ну и это, конечно, не единственный возможный способ оценивать, применять усовершенственные меры частотности. Самая простая усовершенственная мера частотности, которую ввели еще представители первых реальных часов на словаре, это мера, которая называется range, или диапазоны, обозначаются обычно буквой r. Что устроено в эту усовершенственную меру? Эта усовершенственная мера очень просто устроена. Давайте мы возьмем корпус и разделим его на некоторые заранее званые значения частей. Ну, например, на 100 тысяч человек. И дальше мы просто посечем его на равные части по 100 кусков. Я делю на 100, получаю куски по 16 тысяч человек. И дальше я смотрю про любой из этих слов, в скольких частях из этих 100 оно встретилось. И получившихся числов, собственно говоря, объявляю меры частотности. Посмотрите, если я возьму вот этот корпус метана и поделю его на 100 частей. Я напоминаю, что слово метана встретилось в одном тексте длиной 2,5 тысячи слов. Я возьму все это и поделю на 100 частей. Каждая часть будет иметь длину примерно 16 тысяч часов. В скольких частях у меня появится слово метана? Одну часть. Ну, либо в одной, либо в двух. В зависимости от того, где пойдет граница. Если граница разрежется на тексте, то может оказаться, что в двух. Если не разрежет, то скорее в одной. И вот эта мера, которая предвидит слово метана 1, от слова показалось, что она припимет что-то большее. Самое большее, что она может ему припиметать, это 29, если она встретилась, колономер там более-менее наномером сперединой, попало в 29 кусков. В реальности будет, скорее всего, меньше. Это типа 22, я в таком духе. Но не один, не два. Опять-таки вот это вот еще одна усовершенствованная мера частотности, которая работает очень простым способом. Просто разбиваешь корпус на части, считаешь, и получаешь новые частоты слова с усовершенствованными частотами. И вот все получается как надо. Но правда, с этой мерой здесь другая проблема. Проблема с мерой, которая рейндж, она очень простая и концептуальная. Я вот сейчас тут полчаса рассказываю о каких-то автобусах, везде, как рассчитаем меру на основе расстояния, про то, что разделили корпус на стокоскопы, считаешь, как я сам встретился, долго рассказывать не надо. Проблема в другом. Проблема в том, что она дает нам 100 возможных значений. Мы получаем только 100 возможных значений, и слово «и» и какое-нибудь более редкое слово могут оказаться в 100 частях. И вот по что-то на словарюле сейчас начало это хорошо видно. Потому что вот там вот, если посмотреть верхнюю часть словами, то окажется, что слов, которые имеют r равное 100, там примерно 3 тысячи. 3 тысячи, 2 тысячи с чем-то. То есть там объем корпуса, на котором они это делали, 90 миллионов словом корпуса. Один из 100 кусков – это 900 тысяч словом. И вот имеется примерно 3 тысячи слов, которые встретились в каждом 900 тысячном куске. без разделения. Хотя понимаем, что слово «и» и там слово «делай», они на самом деле имеют частоты, которые различаются в разы. Поэтому в этом смысле меры, вот эти вот на основе расстояния между словами, наверное, лучше. Хотя тут тоже есть свои тонкости. Например, одна очень простая и важная тонкость связана с тем тонкостными случаями, где слово «метан» встретилось в одном тексте. Представьте себе какой-нибудь случай, когда у вас слово встретилось в двух текстах. Например, ну, было из одного человека по химии, из другого человека по химии. Здесь дальше начинается произвол, к сожалению. Потому что эти два текста могут оказаться в разных местах корпуса, а могут оказаться в одном. Если у вас есть слово «метана» здесь, если у вас есть слово «метана» вот здесь, то в совершенственном мере частотности вам даст что-то типа 2. А вот если у вас второй текст оказался не вот тут, а, например, вот тут. Тогда в совершенственном мере частотности вам даст 1,1, потому что они реально оказались, хотя непонятно чем это обусловлено. Вот данный вопрос «мера» оказывается чувствительна к тому, как мы располагаем элементы в корпусе. Ну а тут не всегда есть единственное правильное решение, точнее, скорее всего, его почти никогда нет. У нас почти никогда не возможно точно определить, как надо располагать слова в корпусе. Но на этом вопрос он думал, что частотность считать вообще не так просто, как может показаться на первом из греха. Может показаться на первом из греха, чтобы ну взяли, посчитали, сколько, например, всех есть части слова «и», да, если столько, сколько они считали, скажите, сколько и записали. Ну оказывается, что нет. Ну даже если уж не говорить про самые простые трюки, типа того, что хорошо посчитать относительную частотность, например, вхождение на миллион, для того чтобы иметь возможность сравнивать между собой разные корпуса, даже если мы не хотим сравнивать между собой разные корпуса, не хотим считать относительную частотность, нам все равно приходится думать о том, что корпуса могут быть неоднородными, и тексты могут завышать частоты отдельных слов, и вот этим надо каким-то образом бороться. И вот это такая проблемная история с частотными словарями, но, к сожалению, бороться они немножко меньше, чем может мне бы хотелось. Почему это так происходит? А по одной простой причине, потому что вот эта вот частота все-таки пользователю более-менее понятна. Если я начну предисловию частотного словарю объяснять что-то вот такое сложное про какие-то расстояния, какие-то квадраты, какие-то суммы, непонятно что. Пользователь, скорее всего, огорчится, скажет, что «Ой, нам что-то наколдовали непонятное, дайте мне нормальные частоты слова». Хотя такие частоты словарей на более совершенствованные примеры, может быть, были бы даже лучше, чем традиционные. Но вот традиционные совершенствования, к сожалению, не всегда попадают словами, но есть словарей непонятных языков, используют в разных совершенствах мира.